Сегодня я начинаю работу над новым рейсмусом. Давно хотел себе сделать что-то типа веритаса. Наконец-то приобрел на алиэкспрессе такой шток. Видно, да? С лазерной гравировкой в сантиметрах и в дюймах. Из чего мы его будем делать? Есть у меня латунный винтик, мебельная коронка М4, кусочек бронзы 2 мм, трубка из нержавейки от гидросистемы Opel Omega 5-цилиндрового. Какой-то, я не помню, стоял около гаража сгоревший и отпилил. Ну и разнообразные древесины. Предварительно набросал чертежик, даже технический рисунок, можно сказать, эскиз. И постараюсь подробно рассказать, как делать рейсмус. Рейсмус будет не очень простым. Вдохновился работами известного японского дизайнера кукол. Будет изготовлен из разных пород в форме какого-то вот из этих двух, может быть, даже совершенно другой, человечков. Сейчас буду заниматься столяркой, потом буду с лесаркой. Поскольку размеры рукоятки рейсмуса у нас примерно 100 на 600 на 60 мм, 60 мм это диаметр, я отрезал для задней части фигурки два кусочка красного дерева у меня на закромах было. И склею их таким образом. То есть высота чуть больше 100 мм. Толщина где-то 37 мм. Объясню, для чего в процессе работы. Между ними я вклею кусочек мореного дуба, чтобы создать осевую линию, относительно которой будет потом строиться вся фигурка. Склеиваю заготовки таким образом. Сначала поджимаю вот этими двумя струбцинками, чтобы они были в одной плоскости, это очень важно. А потом прижимаю вот этими двумя. И тогда у нас нижняя плоскость получится идеально ровная, и все будет совпадать. Итак, пока клеится дерево, немножко позанимался слесаркой, в трубке пропилил вот такой язычок. Для чего? Чтобы винтик, когда фиксировать стержень рейсмуса, давил не площадью 4 мм, диаметром 4 мм, а аккуратненько прижимал язычком. Обращаю внимание на то, что когда работаешь с трубкой, вот в данном случае не надо кернить под отверстия, потому что потом будет сложно их убрать внутри, потому что у меня шпилька вот эта самая разметочная, она очень точно, плотно входит в трубочку. Практически зазор там маленький. Если кернить отверстия, просто проще напильничком или надфилем снять лыску и уже в этом месте просто сверлить. То есть выбирал я, прорезал бормашинкой, тонким прорезным кругом. Детали склеены, просверлил отверстие диаметром 10 мм и небольшое, не знаю, видно, не видно, чтобы это отверстие попадало именно на этот маленький лепесточек, который будет прижимать шток. И, соответственно, в ответной части просверлено отверстие под эту штуку, под гайку. И с этой стороны будет выворачиваться уже непосредственно этот винтик. И будет поджимать лепесточком. Сейчас я все подклею. И, наверное, следующее видео уже будет токарка. Вот так вот примерно выглядит склейка головы рейсмуса. Заготовка склеилась. Сейчас буду пытаться точить. Токарь из меня еще тот. Так что увидите финиш только. Ну вот так вот получается пока. Вот рейсмус и готов. Ну, получился такой минималистический кукленыш. Назвали его банькой. За нос откручиваем. Соответственно, вынимаем. Дальше схема работает простая. Все знают, как пользоваться рейсмусом. Вот такой у меня теперь новый рейсмус. Небольшой обзор изготовленного рейсмуса. Просто в сетях возникло много вопросов. Для чего это служит? Как сделано? Сейчас немножечко объясню. Сделано это из разных пород дерева. Еще раз повторюсь. Шток, который был куплен. Вот этот шток был куплен на Алиэкспрессе. Ссылку я чуть позже размещу на своем канале. Таких винтиков в свое время было мною заготовлено. Была возможность изготовить. Я их изготовил. И они у меня так и лежат. По мере необходимости я их использую в разных поделках. Разные породы древесины, как я уже писал. Красное дерево. Черная вставка это домареный дуб. Венге. Амарант. Белый дуб. Белый граб. Гарапа. Вот. Латунь. Использовал для крепления вот эти вот стальные штифты. Это старые советские шурупы. Именно с плоским шлицем. Почему именно с плоским? Потому что он не очень глубокий. В отличие от крестообразного. И сошлифовывается практически в ровный пятачок. Вставляется. И здесь должно быть заподлицо. Здесь не должен выступать ролик сам. Как им пользоваться? В отличие от моей предыдущей работы вот этот рейсмус. Я им тоже достаточно много пользовался. Тоже изготовлен из дуба. Здесь пластина, чтобы не отжимала. Не оставляла следов. На пластине видно следы. Когда прикручиваешь винтик. И само жало оно не ролик, а хвостовик от сверла. Затачивается и прочерчивается как иглой практически. Есть один нюанс, когда работаешь вот именно вот таким рейсмусом. иногда волокна задираются древесины. В случае с роликовым рейсмусом они не задираются, они просто проминаются. И чтобы здесь сделать необходимый размер, здесь нужно померить линейкой от подошвы до непосредственно до жала. здесь все проще. есть линейка, которую можно отмерять. Она достаточно точная, скажем так, для плотницких работ она вполне, даже для столярных работ вполне подойдет. Для чего нужен разметочный рейсмус? к примеру, вам нужно отметить самое простое, условно, какое-то расстояние от края дерева. Просто берется, выставляется нужное расстояние и в отличие от карандаша следов не остается и мы имеем абсолютно одинаковое расстояние. ровно по 2 сантиметра от края мы размечаем это очень быстро без карандашных работ, их не надо стирать, но остается такой след полосочка. Видно, не видно? В которой очень удобно непосредственно если, допустим, 2 фанерки соединяем, можно разметить это фанера десятка, можно отметить 5 миллиметров и гвоздками очень удобно наколотить или шурупами чем угодно это очень удобно при разметке далее допустим мы собираемся делать ласточкин хвост все то же самое это условно боковина это сам ящик нам нужно сделать скрытый ласточкин хвост или открытый как удобнее измеряем высоту откладываем здесь соответственно измеряем эту высоту откладываем здесь и уже происходит разметка ласточкин хвост и еще один очень удобный момент когда выбираем ласточкин хвост при разметке допустим разметили очень удобно стамеску ставить вымена в просечку то есть не промахнешься в отличие от карандашной разметки она просто встает в эту риску прекрасно и никуда не шелохается вот в общем для чего нужен рейсмус да еще рейсмус именно этим рейсмусом можно измерять какие-то глухие отверстия поскольку он имеет линеечку то есть использовать его в качестве глубиномера опустили шток посмотрели 20 миллиметров в общем простой нужный инструмент рейсмус разметочный называется правильно всем спасибо спасибо спасибо